Приветствую вас на канале Спокойные Аналитики, с вами Борис Тизенгаузен. Сегодня у нас 4 октября и есть много интересных и важных новостей для Украины. Ну, во-первых, в России горят две нефтебазы. Причина неизвестна пока. Взорвана машина одного из одиозных предателей, перешедших на сторону России. Кто этот персонаж? Кто же он? Что взрывалось недалеко от Курской АЭС и почему показания губернатора и его зама противоречат друг другу по этой теме? НАТО не будет сбивать беспилотники, но есть интересные аргументы по этой теме. И Иран озвучил новую страшную угрозу для Израиля. Об этом тоже поговорим. И в конце этого выпуска будет крайне, на мой взгляд, занимательный блог. Он про то, что сейчас происходит с резонансными делами, которые всколыхнули всю Украину. Помните, дело Гринкевичей на миллиард, свадьба экс-прокурора на миллионы-миллионы. В общем, что сейчас, где вообще эти люди, что с ними происходит. Депутаты, которые сбежали через границу, об этом тоже поговорим. Подпишитесь на этот канал, если вы на нем впервые, чтобы не пропустить последующие выпуски. И давайте начнем. Ну, в общем, в Воронежской области беспилотники попали по резервуарам нефтебазы. А в Пермском крае горят емкости с топливом. Там уже площадь 10 тысяч квадратных метров. Причина неизвестна. Ну, то есть, то, о чем мы с вами говорили в двух прошлых выпусках. Сейчас, дабы не Путин лошпедроном не прослыл, что, мол, сказал, я за беспилотник ядерку буду применять. А тут они летят, бьют повсюду, больше сотни. Иной раз больше полторы сотни летело. А, ну, ничего. Поэтому будут говорить, причина неизвестна, это не беспилотники, это лисички взяли спички, подожгли там и так далее. Все, что угодно, но не беспилотники. Поэтому беспилотников в информационном поле России в ближайшее время станет, уже стало гораздо меньше. А в небе их станет гораздо больше над российскими областями. В городе Курчатов, где Курская АЭС находится, подавлен беспилотник. При его падении произошли взрывы на объекте, который к станции не имеет отношения. Это глава Курской области заявил, Алексей Смирнов. Курчатов подавлен, ну, реально подавлен, наверное, глава Курской области больше. Опять обломки. То есть, вот опять те самые высокоточные обломки, которые где-то не сбей беспилотник, хоть в другой области. Этот обломок прилетит и поразит все, что нужно. А что взорвалось? Вот по видео, которое было видно, то есть, там были взрывы, вторичная детонация. Это просто умные россияне разместили склад с боеприпасами недалеко от Курской атомной электростанции. И туда, собственно, и прилетел беспилотник. И, несогласованно именно с этой версией, вылез уже зам губернатора, точнее советник губернатора Курской области, Роман Алехин. И он опроверг заявление своего начальника. Что он сказал? Он дал понять, что беспилотник сбить или подавить не смогли. Он прям так написал, он попал туда, куда противник и целился. Также он написал, что был прилет по складу боеприпасов, так как произошла вторичная детонация. То есть, он написал, все видели вторичную детонацию. Судя по всему, противник попал туда, куда целился. Это что за Димаш Алехин? Подавлен, хлопок, упал, обломки подожгли траву. Эту горящую траву взяли, растащили муравьи, клопы, гусеницы, нужное подчеркнуть. Через какое-то время они эту горящую траву доставили туда, там уже все и загорелось. Ни в коем случае, Алехин, ты так больше не шути. Нельзя говорить, что целый беспилотник может попасть в какой-то объект. Только обломки. Шпигель сообщает, что разрешение на удары по территории России ракетами Storm Shadow, там, напомню, радиус до 250 километров, ну, одна из модификаций, открыло бы, вот это разрешение открыло бы для Украины доступ к 261 объекту, ну, то есть военной цели. Склады боеприпасов, аэродромы, командные пункты, радары, стационарные комплексы радиоэлектронной разведки. А как же нам до этого говорили, что россияне все самолеты уже свои убрали, они не изменят никоим образом вообще, если мы разрешим вам бить Storm Shadow по территории России. Все уже убрано, прибрано и так далее. Конечно же нет. Вот в одном из выпусков мы говорили о том, что до 12 крупных арсеналов находится в зоне досягаемости. Крупных арсеналов, таких как Торопец, например, где детонировало долго-долго огромное количество, тысячи тонн боеприпасов. Поэтому, а если Атакамс бы разрешили, то вообще 313 военных объектов могли бы попасть под раздачу ракет. Причем Институт изучения войны, эксперт есть такой Джордж Баррес, Он заявил, что даже небольшое количество ракет могло бы нарушить логистику оккупантов при ударах по крупным целям. Даже небольшое количество ракет, но с разрешением. Я напомню, 12 числа, вот этого месяца уже, октября, будет Рамштайн, куда съедутся все и осторожничающие, и те, кто осторожничает, заговариваюсь, и те, кто наоборот говорит, давайте, давайте. Поэтому ждем. Сейчас начинают вбрасывать, что Байден после выборов. Может, не знаете, мы эти шуточки уже, эти, мы уже давно слышали. Еще раз подчеркну, Байден, правда, он уходит на пенсию, все. Ему войти в историю, как просто даже в конце своей каденции, политической карьеры, сделав один решительный шаг и спасти там тысячи жизней украинцев. Вот так войти в историю, а не как какой-то отполз, тут из-за угла посмотрел, немножко поопасался пару раз. Потом дал обещание, что после выборов, после выборов трубку не берет, все, до свидоса. Ну, то есть, это, конечно, это печально, как говорил один персонаж. А страны НАТО не будут сбивать ракеты и дроны над Украиной. Ну, Пентагон об этом заявил, мол, такие действия, втянутых в войну, помощь союзников в сбитии вражеских беспилотников над Израилем и Украиной, это два совершенно разных ландшафта боя. Вот мне сложно, сложно понять, почему сбить российскую ракету, не запустить ракету по Кремлю, просто сбить российскую ракету и беспилотник, это просто прямо война, войн каких-то. Путин обязательно начнет эскалировать. Что пляшизавр начнет эскалировать? Давайте с этого. Украина в Курской области стоит и лупошит там, извините за мой французский, россиян. Что еще, как еще можно эскалировать? Не знаю, сложно сказать. Но, значит, над своими странами они тоже не сбивают. Я просто напомню, и в Румынию, и в Польшу залетают беспилотники и ракеты даже. Почему не сбивают? Потому что собьешь над своей территорией, обломки упадут. Они точно знают, что эти объекты воздушные, ракеты и беспилотники полетят обратно в Украину. Но по факту тогда получается, что Россия использует воздушное пространство наших партнеров и стран НАТО в том числе. То есть вот как тут быть, когда ракета 40 километров над территорией Польши пролетает, а потом выныривает где-то в районе АЭС. Как тут быть? Поэтому сбивать над Украиной, тут даже обломки на вашу территорию не упадут, но пока все опасаются, запасаются, как говорится. Ну, такое. Мне кажется, что Путин, вот мне правильно кто-то в комментариях написал, что угрожать ядеркой нужно дозированно. Нужно, чтобы страшно было. Нельзя угрожать ядеркой за беспилотники, за то, за это, за сё. Всё, Путин обесценил свои ядерные угрозы. Сто раз нарушена ядерная доктрина уже, двести раз. Украина уже сказала, куда в трубочку свернуть, куда Путину эту доктрину деть нужно. Всё. Всё равно сидят, побаиваются. Значит, про предателей. В Энергодаре сегодня взорвалась машина начальника физической охраны, оккупированный ЗАЭС, об этом ГУР сообщает. Этот вот персонаж Андрей Короткий, он пошёл на сотрудничество с Российской Федерацией, участвовал в репрессиях и выдал персонал с проукраинской позиции. То есть классический такой гнида классическая, гнедёныш, мальчиш, плохиш. И вот машина взорвалась. И Андрей Короткий, естественно, в ней был. Но на кадрах, которые я видел, взрыв был очень сильный. Машину разорвало буквально изнутри. Так что Андрей Короткий стал, наверное, совсем короткий. Я бы даже сказал, фрагментарный. Туда ему и дорога. Возмездие придёт за каждым. Кстати, раз уж мы ГУР упомянули, я напомню, что у ГУР есть свой ГУР-бот. Я его почти в каждой программе про него говорю. Это бот или каналы связи, через которые вы можете передать информацию важную, которая может приблизить победу Украины прямо непосредственно сотрудникам ГУРа. Все ссылки я оставляю в описании к этому видео. Там есть разные варианты. Можете на почту писать. Можете писать на номер телефона через WhatsApp или сигнал. Можете напрямую через бот. Можете нашей команде писать на номер телефона WhatsApp или сигнал. И мы это всё обязательно передаём туда, куда нужно. Так что особенно благодарим тех, кто на оккупированных территориях и не боится это делать. Но будьте аккуратны. Берегите себя. Переходим мы к международным новостям. Не так. Переходим к международным новостям. Интересная такая интенсивная обработка. Бейрута была израильской авиацией. Искали Хашим Софиаддина. Ну то есть искали, понятное дело. Били по местам, где он может быть. Это вот нынешний лидер уже новой Хизбаллы. То есть Израиль решил, мне кажется, причём с таким остервенением работали. С хорошим таким ух. Израиль решил просто поставить финальную точку и показать, что несколько дней пройдёт, вы назначите нового главу и его уже не станет. То есть я думаю, цель в этом. Поэтому Хашим Софиаддин, наверное, я думаю, в самой глубокой норе сидит сейчас и не высовывается. Помимо Хашима Софиаддина, по которому били израильские военно-воздушные силы, ещё и ударили в то место, где проходило собрание функционеров Хизбаллы. Значит, как поменялась тактика по отношению к Хизбалле? Если раньше делили на военное крыло, гражданское, то есть политическое, то же самое с Хамасом, уничтожали особый акцент на руководство и так далее. Сейчас полностью, вот кто есть в Хизбалле, киберы, экономисты, финансисты, логисты, всех под ноль. То есть вот у Израиля такая техника. И Иран, Иран после ударов по территории Израиля через Катар передал Соединенным Штатам предупреждение о том, что не стремится к региональной войне, но больше не будет проявлять одностороннюю сдержанность. Ну, если считать, что Хизбалла, Хамас, Йеменские хуситы, ещё там, наверное, с десяток поменьше всяких террористических организаций, которые кошмарят Израиль, и не только Израиль, кстати, и кошмарят и Красное море, и суда, это сдержанность и поставка оружия в лагеря полевые, воспитание всех этих боевиков, склады с баллистикой, с дронами, поставки оружия в Россию, да, шахеды, баллистические ракеты, пусковые установки, это сдержанность, то тогда, значит, можно и не проявлять сдержанность. Но то, что Израиль сейчас лупит, отрубая вот эти щупальца, Ирану и ослабляет тем самым Иран, я думаю, что нам, естественно, такое развитие событий, с одной стороны, конечно же, ну, естественно, победы Израилю желаем, я всегда об этом говорю, а с одной стороны, такое развитие событий в Украине в плюс, потому что чем меньше у Ирана оружия, тем меньше он его будет поставлять в Россию, чем меньше у Ирана проблем, точнее, чем больше у Ирана проблем, тем меньше он думает про Россию, про своего дружбана по диктаторскому клубу. Но и фокус внимания смещается в том числе, поэтому же победы Украине, победы Израилю, я недавно узнал, сделаю об этом, наверное, как-то в каком-то выпуске, побольше эту тему проговорю, что в Израиле есть специальное подразделение, в которое служат бойцы с разными спектрами аутизма, разными категориями, то есть их способность максимально концентрироваться, найдено применение, не всем, конечно, спектрам, там, по-моему, третья, четвертая категория, но с аутизмом бойцы, они в разы лучше и составляют, и определяют электронные карты и так далее. Вот эта вот способность их концентрироваться, она учтена, и причем секретятся, конечно же, кто это, что это, но есть такое подразделение, я был очень удивлен, это очень, очень крутое решение. Иран может создать 10 ядерных боеголовок уже к апрелю 2025 года, пишет Times, со ссылкой на комментарий бывшего директора МАГАТЭ. Интересно, кто же Ирану помогает создать 10 ядерных боеголовок к апрелю следующего года? Кто же этот помощник? Кто же эта хозяюшка, которая так помогает Ирану в ядерной программе? Хотелось бы спросить бывшего заместителя директора МАГАТЭ. Я просто напомню, что за деньги МАГАТЭ, а МАГАТЭ это структура под ООН, за деньги МАГАТЭ иранские военные и инженеры, которые причастны к вот этой ядерной программе, к разработке ее, ездили в Россию на Росатом обучаться, как у них там все устроено. Как же это так получилось? Естественно, вот эти боеголовки не хватит, чтобы уничтожить целую страну. Я вообще думаю, что Израиль не даст создать, учитывая то, насколько глубоко проникли израильские спецслужбы вообще во все структуры, я думаю, и Ирана, и Ксир, корпуса стражи исламской революции, и уж тем более Хизбаллы, Хамас и так далее, что Израиль будет знать, когда и где это будет произведено, но нанести удар, вот, кстати, анонсировалось, что Израиль, один из вариантов ответа, может быть нанесение удара по объектам ядерной программы иранской. Это не так просто, потому что, как говорят эксперты, эти заводы по производству, там, по обогащению, они запрятаны настолько глубоко в породах, под землей, ну, что очень непросто будет достать и уничтожить сразу всю эту программу. Поэтому не хватит, чтобы уничтожить Израиль этих боеголовок, но позиции Тегерана на международных переговорах просто усилятся в разы, мне кажется. Поэтому хочется сказать, АУ, великие, сильные мира сего, демократические, экономические гиганты, АУ, просыпайтесь, ядерный, точнее, клуб диктаторов плавно превращается в полностью ядерный клуб. Все, там скоро все будут со своей ядеркой. Даже клубнеликий, или, там, царь корнеплод Лукашенко, который уже, там, потряхивает периодически Искандерами, ну, так, аккуратненько из картофеля, вот так раз, я и обратно. Но он это уже делает. Поэтому, ну, и Израиль, армия обороны Израиля будет продолжать операцию на юге Ливана, пока всю эту инфраструктуру Хизбалыв приграничье не уничтожат. Абсолютно правильно. И еще один интересный момент. Тут Борис Джонсон, когда мемуары писал, он вспомнил об одном событии интересном, события 2017 года. Это вот, мне кажется, очень и очень характерно. После посещения израильским премьером Беньямином Нетаньяху личного туалета Бориса Джонсона в здании британского МИДа, там нашли прослушивающее устройство. Об этом в своих мемуарах написал Джонсон. Он вспоминает вот этот 2017 год, он тогда был министром иностранных дел. Может быть, это совпадение, говорит Борис Джонсон, а может быть и нет. Ну, а может быть и нет. Путину срочно проверить чемоданы. Обязательно. И переходим вот к тому блоку, который я анонсировал, про то, что сейчас в Украине происходит с резонансными делами. Я его так построил, что будет интересно и тем, кто в Украине, и тем, кто не в Украине. Показательно очень. Знаете, как в Украине, не в Украине. Тем, кто думает, что прилет это прилет самолета, а мопед это мопед. Вот и тем будет интересно, и тем, кто знает другие значения этих слов. Ведь правда, с началом войны слово прилет в Украине, по-моему, уже ни у кого не ассоциируется с прилетом какого-то гражданского лайнера в аэропорт. Ну а мопед, мы все знаем, что это за дрянь иранская. Ну, в россияне теперь сами их клепают. Мне недавно просто попалась одна новость про беглого депутата, дело которого передали в суд, а он взял и шмыгнул из Украины, перешел там где-то нелегально границу, не через пропускной пункт, и где-то там просит в Румынии убежище даже себе. То есть обнаглел в край уже. И я собрал несколько таких резонансных дел, и, главное, статус их чекнул, проверил. Что же там происходит с фигурантами? Вы многие, наверное, об этих делах слушали. Там практически в каждом деле присутствует бегун свой. Бегуны года. Итак, вот дело, про которое я говорил. Украинская правда пишет. Недавно из Украины успешно бежал еще один народный депутат, подозреваемый в преступной деятельности. Речь идет об Андрее Адарченко. Это член фракции «Слуга народа». Естественно, его сразу отовсюду исключили. Он проходил по делу о подкупе, тогда еще занимавшем должность Мустафы Наема. Причем там очень и в каждом деле будет своя вишенка. Где-то даже две. Где-то даже гнилые. Ну, поговорим. Итак, значит, как сбежал. 17 сентября он попросил водителя высадить его в центре Киева, отдал ему, сгрузил все мобильные телефоны, попросил их зарядить, и водитель больше его не видел. Ну, тут как бы бегун с опытом, да, сбросил мобилы, пересек госграницу за пределами пункта пропуска, а затем даже обратился в государственные органы Румынии с просьбой предоставить убежище. Итак, изюминка первая. Вот он хотел дать взятку. Во-первых, это криптовалютой была взятка, там в размере 50 тысяч. Первый транш он 10 тысяч отправил. Первая вишенка – это член комитета по вопросам антикоррупционной политики. Ну, тут как бы, знаете, было бы странно, если бы иначе было. Вот изюминка вторая. То есть, во-первых, это первый случай взятки в криптовалюте, который удалось задокументировать украинским правоохранителям. И я зашел, глянул по этому депутату, в каких же межфракционных объединениях он состоит. Блокчейн фо Юкрейн. Как, ну, и тут опытный, да, получается. Такой весь продуманный с криптовалютой. 15 миллионов 22 ноября прошлого года ему залог назначили. В ноябре он вышел тоже, в прошлом году, в ноябре вышел под залог. В апреле дело в суд передается. Я так думаю, что он понял там уже как бы не отвертеться. И 18 сентября он встает на тапки, как говорится, и в Румынии. Значит, что еще меня, когда пленки публиковали эти, что меня взбесило просто. На одной из пленок вот этот депутат, я просто напомню, я в Крыму родился. Он говорит, Крым, да черт с ним, надо договариваться. Говорит он на записях вот этой прослушки. Значит, проблема с экстрадицией всегда. То есть тут нужно его в международный розыск, доказательная база, решение суда. Все как положено. А если он сбежит в страну, из которой нет экстрадиции, то там еще сложнее. Поэтому вот такое, вот в данном случае, пока по нему ведется работа. Я думаю, его вернут все-таки. Его вернут, потому что суд уже в ближайшее время должен пройти. Ну, если он, конечно же, куда-то там не сбежит. Потому что Фирташ, например, который США при своих возможностях пытается экстрадировать уже очень долгие годы, он так его и не вытащили еще. Там уже сели десятки-десятки людей в Австрии, которые уже с Фирташем помешаны, были замешаны. И продавали ему там какие-то документы. Всех уже, всех посадили, значит, отстранили. Но непотопляемый сидит пока там. Еще одно... То есть в данном случае, вот по этому резонансному делу... И, кстати, депутаты, они как-то пачками побежали. Этот бородатый черт уже забыл, как его... Побежали аж бегом. Еще одно дело, которое вы наверняка помните. Свадьба экс-прокурора с экс-сотрудницей ДБР на многие-многие миллионы. Торт там какой-то двухметровый за сотню тысяч. Ну, короче, очень по-богатому. Свадьба была. Весь львовский бомонд там присутствовал. Артисты пели, плясали. Это я напомню, это вот после полномасштабного вторжения случилось. Два дня в одном из самых дорогих комплексов гуляли. Несколько миллионов было на это все потрачено. Потом, вот тут важно, где тут, как говорится, вишенки. Это нужно додуматься, это каким нужно быть отбитым, чтобы начать выкладывать видео и показывать. Смотрите, мы гуляем шикарнейшую свадебку здесь, а вы там нищеброте, как ваши дела. Вот когда эта ситуация случилась... Знаете, что самое, наверное, парадоксальное в этом случае? Что нет же никакого нарушения закона. То есть, что эти деньги там нажиты, не трудовые доходы, то это доказать еще нужно. То есть, в принципе, здесь с точки зрения уголовного кодекса, здесь все в порядке. То есть, это да, нужно расследовать, откуда деньги, кто дал. Там, я думаю, найдут. То продали, это последний, где динточкам собрали, вот так решили погулять. Но с моральной точки зрения, это полнейшее деграде. Это такая деградация, которой просто еще, которую поискать нужно. В общем, вот вы помните эту свадьбу, там все звезды, потом звезды еще извинялись. Полякова называла себя Робин Гудом. Я, мол, здесь все, что взяла, я задонатил. Молодец, все, все, все молодец. Но после этого экс-прокурору, у которого была свадьба, после этого ему вручили повестку. Точнее так, хотели вручить повестку, прибыли на место фактического его там регистрации, его там не оказалось, и началась охота за ним. Значит, где здесь вишенки? Это просто вообще по всем этим делам можно какие-то фильмы снимать. За ним, ну, начали его искать, этого экс-прокурора. И задержали его, нашли, на чердаке у тещи. Но как его, почему его там нашли на чердаке у тещи? Потому что его теща, как сообщает за хиднет, является адвокатом. Ну, сейчас, наверное, являлась, является. И ее задержали после получения денежных средств там в определенной сумме. Она организовала схему, но ей вменяется, что она организовала схему по ухиллиантам, уклонистам. И там как-то все это... И вот когда у нее начали проводить обыск, на чердаке у нее нашелся этот экс-прокурор. Так что и это еще не все. Вот тут, когда я начал пытаться найти, чем же это все... Точнее, пытался искать, чем все это завершилось, оказалось, что вот последняя, как говорится, строчка, последняя фраза этого экс-прокурора. Он мобилизовался и служит. Но где служит, непонятно, неясно. Теща, которая проходила по делу по уклонистам, в июле месяце вышла под залог. И на этом тоже все заканчивается. Я почему вообще-то собрал этих всех бегунов, эти дела, про которые мы не должны забывать. Я буду периодически напоминать про эти все резонансные дела и что, в каком статусе, кто вышел, кого оправдали, про кого забыли и так далее. Мне кажется, это важно. Значит, для того, чтобы просто понять количество сбежавших чиновников, достаточно просто погуглить. Там их огромное количество. Я начал гуглить и издание Апостров. Бывший гендиректор оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон выехал за границу 18 сентября 22 года с аргументацией в командировку, которая до сих пор продолжается. Ну и, возможно, это связано с расследованием ДБР, начатым в отношении незаконных сделок компании. Ну, газотранспортные системы, это махина, это вы знаете. Значит, где здесь вишенка и пикантность? Пикантность здесь в том, что на момент пересечения границы, а здесь важно, потому что это же официальное было пересечение, он уже два дня, вот этот Сергей Макогон, был уволен с должности. А отпуск, выезд, он подписывал сам себе, будучи еще на должность. То есть, 16-го его снимают, 18-го он сам себе подписывает отпуск, выезжает и не возвращается больше. Для меня вообще, конечно, удивительно такие вот у нас нормы, что у нас есть люди, которые могут сами себе подписывать отпуск и выезжать, когда хотят. И, кстати, об этом написал вот про сам себе отпуск, эту деталь заметил Владимир Игорковенко, мы с ним друзья на фейсбук, поэтому и в материале украинских новостей это есть. Ну, в общем, я про что? Вот в этом случае, когда человек сам себе просто подписывает указ, ладно, хорошо выехал, но и это не конец истории. Вишенка номер два это попытка взыскать с компанией, с которой его уволили государственной, годовую премию в размере 10,5 миллионов гривен. Ну, то есть, зарплата, соответственно, где-то 700 тысяч и 10,5 миллионов. И вот тут еще один момент непомерные какие-то вот эти премии и попытки чиновников, которых там, которые под уголовными делами ходят еще как-то, он говорит, да как вы не понимаете, ну, 200 миллионов, это я сейчас не про этого, уже про другого, 200 миллионов, это же нормальная абсолютно премия, я буду судиться, я буду, вы мне заплатите эту премию, вы налогоплательщики и все остальные, вы мне эту премию заплатите, потому что 200 миллионов это абсолютно нормально. и они в публи, выходят эти менеджеры, они выходят в публичную плоскость и бьются не на жизнь, а на смерть за, ну, в данном случае там, за каких-то жалких 10,5 миллионов. я дальше погуглил, и господин Макогон, он сейчас много пишет, причем довольно авторитетные украинские СМИ, и у меня тогда возникает вопрос, пишет экспертные материалы, кстати, очень логичные, и у меня вопрос, а вот человек, который выехал, сам себя подписал отпуск, судится сейчас с Украиной за 10 миллионов, он все так же моральным авторитетом для Украины и украинцев остается, или может быть как-то иначе, еще один вопрос, считает ли он вправе, или считаем ли мы вправе слушать советы, потому что один уже вот из-за океана вещает у нас, что Украине скоро конец, уже там 10-й конец Украине, 20-й, Украина третий год воюет, все никак не исчезнет на зло врага. Самое, самое резонансное дело, самое такое, наверное, громкое, это дело Гринкевичей. Там тоже свой бегун был, Роман Гринкевич, его поймали на границе в Одессе, собирался, наверное, морем уходить, как в Неуловимых Мстителях и в других разных фильмах. В общем, здесь дело очень простое, 1 миллиард гривен убытки для вооруженных сил Украины поставляли некачественную одежду. У них не было никогда опыта создавать одежду, шить ее. Я, кстати, недавно встретил буквально Александра Соколовского своего большой семьи, это текстиль, текстиль контакт, по-моему, ну, то есть, вот этот человек живет просто тем, что делает. Вот у этой компании, он тогда еще, я просто вспомнил, он тогда возмущался, как это каким-то вообще, ну, без опыта, без оборудования, без цехов, без ничего, просто вот компанией, она является главным, чуть ли не главным подрядчиком Минобороны. Что происходит вообще? Я напомню, это дело такое, ну, ему уже там, это тоже все после полномасштабного вторжения происходит. Один миллиард гривен, некачественная одежда для военнослужащих. Пытались дать взятку, пытались дать взятку, об этом Андрей Костин сообщал, 500 тысяч долларов сотруднику ДБР, полмиллиона, ну, чтобы там позакрывали глаза. В общем, это какая-то такая дичь, ну, хорошо, там депутат сбежал, просто какая-то, ну, у него там по другому направлению дело по нему ведется, этот энергетик убежал, бьется там за премию, но ты крадешь у конечного потребителя, которым является военнослужащий. То есть, ему, ну, вот, я себе даже не представляю, причем образцово-показательная семья. Вся, все, воскресенье в церковь, все в красивых вышиванках, большая такая семья, все такие улыбчивые и так далее. И тут, ну, просто, я не знаю, у меня, значит, почему это дело стало таким резонансным, известным, не только потому, что на Министерстве обороны крали, а и потому, что обнулили там восходящую звезду, ну, по мнению ее, наверное, художницу, Соня Маразюк такая, значит, ее тогда обнулили, а обнулили, потому что она была, должна была выйти замуж за вот сына этого Гринкевича, которого поймали на границе. По делу проходят и отец, и сын, отец застройщик, сын там, бизнесмен. Значит, почему тогда столько и сейчас, а мы, кстати, сейчас поговорим на какой стадии. Здесь, вот здесь, кстати, все, тьфу-тьфу-тьфу, если все, то может справедливости восторжествуют, хотя, я еще раз подчеркну, я не суд, я не раздаю никакие, не выношу вердикты и приговоры. Так вот, вот эта художница Соня Маразюк, тогда все весь Киев был какими-то ее там этими баннерами, на Гулливере висела, ну, она считает, что она художница, на самом деле, я был в разных музеях современного искусства, скажу вам, что современное искусство, тут еще нужно уметь разбираться, но как минимум, оно должно вызывать эмоцию, просто на баллончиком, на дорожном знаке чего-то рисовать, потом это не понравилось, опять что-то там баллончиком рисовать, ну, да, но пытались из нее сделать вот такую прям художницу, и она тогда сказала, я не выйду замуж за этого крадия, вора, я снимаю кольцо, продам все украшения, картье и все остальное, что мне подарили, и, значит, отдам на вооруженные силы Украины, ну, до сих пор, кстати, не продала, официальная причина, нет документов на эти украшения, короче, как-нибудь потом, еще момент, ДБР нашли две квартиры, вот, на этой Соне, которые они считают, ДБР считает, что эти квартиры подарил ей вот этот самый Гринкевич, но Соня так не считает, поэтому она какую-то схему там придумала, кредит маме отдала их как-то там, ну, короче, не помню, схема юридическая, что мне не отобрали, а сразу же после ареста Гринкевича, и после того, как перестали выливать деньги в эту художницу, может, она и не знала, кстати, то есть, может, она с семьей этой общалась, и не знала, чем они занимаются, скорее всего, даже ее в детали, конечно же, не посвящали, вот, но вот так вот сложилось, сразу же после того, как перестали вливать деньги в промоушен, закрыли выставку, и сразу почему-то блогеры охладели, и не ходят больше к художнице, а вот чем закончилось, точнее не закончилось, вот это интересно, интересно, и я, и суд на 60 дней продлил арест подозреваемым четырем, вот этим Гринкевичем, двум и еще двум, и это до 1 ноября будет, это я читаю новость старую, и получается, что вот будет суд, скоро уже завершено досудебное расследование, и дело передано в суд, в общем, тут следим внимательно, следим очень и очень внимательно, тут еще раз я просто погуглил, бегут все вообще, от топ-менеджеров до бизнесменов, до партнеров Коломойского, до каких-то чиновников, бегут все, хорошо, хорошо бегут, спортивное у нас такое государство, вот еще новость, топ-менеджер энергоатома, тоже уехал за границу, в отпуск, не вернулся, так бывает, особенно, когда тебя обвиняют в госизмене, но интересно, что, вот он не вернулся, уволился там, за границей, и еще и получил компенсацию за отпуск, а его обвиняют ни много ни мало в госизмене, вот такие дела, ну и напоследок, как говорится, мама, зачем я вышла за бандита, Эминет Джапарова, ну, наверняка слышали это имя, она, в общем-то, написала заявление об увольнении с должности, она дипломат была, сейчас я посмотрю, какая у нее должность была, ну, не суть, не важно, представитель там, Украины, где-то за границей, вот так, ну, в какой стране, не помню точно, так вот, она эти полномочия сложила, ровно потому, что выехал ее гражданский, или может уже не очень гражданский муж, Геннадий Боголюбов, это соратник и друг Игоря Коломойского, Украинская правда об этом сообщает, и Украинская правда делала расследование, даже позвонила к господину Боголюбову и спросила, как так получилось, потому что Украинская правда раскопала, что он выезжал по чужому паспорту, то есть там был имя, фамилия, другие, лицо похожее, с бородой и так далее. Ну, в общем, выехал и выехал, и вообще у меня складывается ощущение, что сбежать не могут только те, кто сидит в СИЗО, хотя я очень, ну да, вот Игорь Валерьевич сбежать не может, не может, хотя я очень надеюсь, что когда закончится война, она обязательно закончится, откроется обязательно, я думаю, найдутся достаточное количество вменяемых политических сил, которые будут требовать открытия всех тендеров, всех реестров и догонять будут уже, то есть убегать уже будут не по 10-15-20 человек, а в гораздо больших, гораздо больших объемах, и Украина будет, как говорится, Украина очищаться будет от этого, может я идеалист, но по-другому Украине уже не будет возможности выжить. Вот зачем я рассказываю про все эти дела, еще раз подчеркну, а ровно потому была такая когда-то программа, кто из мезозойской эры помнит, что бы помнили, вот я рассказываю, что бы помнили и буду периодически об этом рассказывать. Потому что после войны, когда Украина, ну сначала нужно закончить войну, потом нужно, ну точнее, сначала нужно выжить, потом закончить войну, после войны разрушенная Украина, потерявшая почти половину населения своего, с колоссальными травмами все население будет, вот эту Украину убьет уже не Путин, а коррупция. Если мы с этой историей ничего не сделаем, в принципе, то есть то, что не доделал упырь, плешизавр, возможно, я думаю, что Украина уже не и украинцы неоднократно показывали, что могут все сделать так, как положено. Поэтому еще есть один интересный момент, я недавно общался со своими американскими партнерами по Зуму, и они мне уже в который раз сказали, ты не беспокойся. После полномасштабного вторжения в Украине работает сразу несколько, ну, назовем их, детективных организаций по финмониторингу, которые роют землю, все вокруг, закупок, схемы, всего остального, просто роют землю и собирают все, что могут собрать. Я думаю, что собирают они все это не просто так, поэтому да, берегите себя, берегите своих близких, спокойного нам всем дня и слава Украине. Субтитры создавал DimaTorzok